Привет! Привет! Как много людей не спят, вообще прям не могу, ждали меня что-ли? Ну, не знаю, типа, не, я не у мамы, я уже дома, я приехала от мамы, я только спать хотела пойти, спасибо, ну иди ложись. Что делаешь? Да ничего я не делаю, сейчас поели, вот лежали, смотрели видяхи разные. Привет, привет! Мы всегда тебя ждем, это так мило, супер мило. Добрый вечер! Привет! А нет, только села видео монтируйте, тут ты. Как ты чувствуешь? Вот так вот. Губы не хочешь увеличить? Нет, вообще не хочу. Как раз только сториз выложила про тебя, что там выложила. я очень ждала твой прямой, Анька, ну ты даешь, я спать ушел. Давай, Саш, спокойной ночи, иди ложись спать, я тебе потом отвечу. Знаю номер твоей мамы, с ней переписываюсь. Вы тоже, пожалуйста, не налегайте на нее, не надо написывать ей постоянно, потому что я когда к ней приезжала, вы постоянно ей пишите, пишите, то есть ей тоже нужно отдыхать как-то, у нее есть тоже свои дела или что-то еще, понимаете? Как твой день прошел? Да никак, я проснулась, вот, собралась, поехала к маме, забрала посылки, вот, и поехала обратно, ну, побыла с мамой, там, с братом, и поехала домой. Мне всегда приходит по нескольку уведомлений, что ты в эфире. А, да, у вас уведомление стоит на меня. Спасибо за сториз дотей. Да, она вообще супер милашка, она так мило говорит. Майка, Тойка. А что там было сказано, я так и не поняла. Майка, твой харт. Ааа. Машина Киа была. Да, Киа, ты что за мной, солидил? Или ты сидел со мной в машине? Следил. Почему, говорю, следил? Ну, следили? Место всех моих аккаунтов приходит уведомление, что они в эфире. Ааа, вот, откуда вы так резко сразу появляетесь. Ничего себе. Ааа, можешь, пожалуйста, сказать свой рост? Просто я читала твою биографию, там было написано, что у тебя рост метр семьдесят. Метр семьдесят три у меня. Расскажи подробнее, что за тур. Будет тур, где мы будем приезжать по городам, общаться со своими фанатами, там, не знаю, проводить какие-нибудь конкурсы. Ну, на разные темы будем вообще общаться. Так, у меня выбор. Паза на пятьсот штук с тигром или на тысячу, что брать? Какой тысячу? Нет, тысячу не надо. Супер милашка, так, когда ты говоришь, так. Фигура бомба, какой рост. Та семьдесят три у меня. По рулю и по грилю знала. Ааа, точно, я забыла просто, что я. Я снимала. Даже спать переходилось. Она спрашивала, где тетя Аня. Тетя Аня. Как это мило, тетя меня называть. По каким городам и когда это идет голосование в группе пацанки? В Воронеж, возможно, приедем. Вы не отвечаете своим фанатам. Отвечаем. У меня 17 апреля день рождения. А, на турже начнется не раньше марта, пока все подготовят. Не знаю. Не знаю точной информации, когда и что. Если б я знала, я бы сказала. Как только узнаю, я сообщу. Я нашла, короче, риэлтор-агентство. Ваш домик, леди, прямо... Два ляма долларов. Да? Ничего себе. Два ляма долларов. Ну, там такой замок. Мама зовут Оксана. Ксюха. Дела круто. Как у вас? Да, замужем. Надеюсь, что Краснодар войдет в тур. Я бы хотела, чтобы он вошел. Как раз сижу, смотрю подсанки серию, когда пришел второй сезон. Интересная, да, серия. А? Ну, вот. Не трогай меня! Не трогай меня! Не трогай меня! Нет, я дома. Я уже от мамы уехала. Всё. Решили. Вот и решили. Хорошо. Наконец-то. Наконец-то. Ребята живут сюда живы. Сейчас не пропускаться. Сейчас не пропускаться. Что буквально сейчас... Я думала, он не приходит. Три дня. Конечно. Ну, ладно, ты меня королевой можешь не называть. Просто. Анна Оксановна? Ты чё? Вы не сможете в свою руку, чтобы теперь я... Нет, не знаю, город Белёв. У меня 17 апреля день рождения. Твой хейк тебе, мама Ксюха. Да. Ути-пути. Утички-путички. Конор, привет. Привет. Лина, ей собрать бабушку легко пандель. Ты с кем ты у меня отвечаешь? Я с Ангелиной сижу, а? Вторая часть из бабушки легко пандель. Не знаю. Общаемся, общаемся. Кстати, завтра именинная у Ксении. Как по отчеству. Вадимовна. Я не знала про именинную никогда, Оксана. Нет. Да, планировала делать татуировки ещё. Надолго в Москву. Но я тут живу как бы. Машину давно вожу, да. Дай номерок. Не. Сарямба. Почему переехала с Украины в Россию? Ну так получилось. Анна Вадимовна, как дела? Всё круто. Спасибо. У меня тоже 17 апреля. Круто. Чего? То есть у нас сколько дождей? Да. Я это серьёзно узнала. Ай, сегодня узнала на работе. Не, не знаю. Надо маму поздравить. Мне кажется, она сама не знает про свои именины. Ну-ка смотри. Ангелина рада, что у неё Аки появились аккаунты фан? Конечно рада, ни хрена себе. Конечно рада, ни хрена себе говорит. Буду заходить и писать здравствуй, Анна Вадимовна. Ой, ладно, зачем так официально? А Таня к тебе едет? Наверное. Мини Купер очень крутая тачка. Очень. Мне всегда нравился Купер. У меня именины выпадают на экзамен по-английскому. Со мной будет Ангел. У тебя, что не дата, то у тебя экзамены какие-то. Корректировать буду, которая на правой руке. Её нужно подделать. Но только чуть позже. Сейчас не хочу. Долго она права сдавала? Нет, не долго. Со второго раза сдала. Спасибо большое. Очень нравится как человек. Удачи тебе. И тебе удачи. Зачем твоя мама поставила номер? Я не знаю. Куда он поставил номер? Надо будет посмотреть. Надо будет посмотреть. Да. Сколько? Минус 45. Серьезно. Я всегда удивляюсь с вашей погодой. У нас в Москве сейчас чуть-чуть похолодания идут. Но далеко не такие совсем. У нас позавчера было тепло, всё таяло. А сейчас чуть-чуть подмерзает. То есть отвратительно из-за этого. Какую бы себе хотела тачку? Бэху хотела бы себе. У мини-купера панель передняя красная. Да у него вообще она сделана красиво, аккуратно. Такая хорошая машина. На Украине, может быть, да, буду. Ну, как-нибудь. Я никому у нас не пишу. Я сейчас пока на отдых. Скоро у меня тоже начнут с учёбы, экзамены. На сессию ехать в марте. Ой, про учёбу вообще мне ничего не говорить. Я вас умоляю. Сколько уже за рулём? О-о-о-о. Ну, блин, года четыре, наверное, где-то. Ой, взорвёшь ты клуб инфинити в щепке прям чувствовал. Конечно. Все демоны соберутся. И будем взрывать. Под дождём. Ты безумный позор человек. Удачи, Коннор. Спасибо тебе большое. Ты могла догадаться о том, что твоя жизнь так изменится. Не думая об этом два назад. Вообще нет, правда. Вообще не думала ни капельки. Даже мысли такой не было, что настолько всё изменится. Ночные эфиры слишком ламповые, такая милаха в этих очках, кстати. Спасибо большое. Твоей маме. У нас 52 градуса за окном. Пожалуйста, переезжайте оттуда, я вас умоляю. Из Перми тоже переезжайте. Таня Калягина дома, она приболела. Со скелетой начала заниматься футболом. Играю я с детства. Начала заниматься профессионально с 18 лет. У нас вообще весна. Круто. Заберите меня туда, где тепло. Мариюшка, моя зайка. Как я тебя люблю. Ты чего не спишь? В Дагестане минус 1 градус. Круто. Блин, на самом деле это круто. Но это тепло. Почти в шортах можно ходить. Как мило, что твои собаки день рождения 17 апреля. У меня как-то была подруга знакома, у ее кота было 17 апреля. Поэтому я не забывала про день рождения у кота. Муж учится. Реснички нет, не хочу наращивать. Мне кажется, это совсем неудобно. Сейчас есть задумка с видео о твоих изменениях и стремлении. Прямо горю с этим видео. Хочу многое в него вложить. Ты же посмотришь потом. Конечно, посмотрю, что за глупые вопросы. Обязательно. Маша Костыль. Да, любовь моя. Очки классные идут тебе. Блин, спасибо большое. Сколько времени у тебя сейчас? Ну, 12 где-то. Привет ты классно. Спасибо. Спасибо. Спасибо, что так часто выходишь в эфир. Гора совсем забыла об этом. Ну, у Горы просто, наверное, свои сейчас дела. У нее нет времени. Но она обязательно, как появится время, уверенно зайдет. Конор Ван Лав. И я вас. Лав. Да, к Денечку поеду на днюху. Сижу, смотрю третий сезон, десятую серию. Угорай. Решил твою страницу. Смотрите. Смотрите. Ты прикольная. Спасибо большое. Ань, в каком году ты ушла с футбола? Я сейчас не вспомню. Это очень важно. Типа нужно прям вообще капец дать ответ. Ань, ты тоже много поменяла в жизни людей. От тебя куча самых разных эмоций. Блин, это очень супер мило. Мне очень приятно это слышать. Что я так влияю на вашу жизнь. Ну, я же спать шла, а тут. Не здрасте, не до свидания. Маш, ты что? Я же сказала, Машечка моя, привет, любимая. И поцеловала тебя вот так. Ты что? Люблю тебя, хищник. И я вас люблю. Мулька у тебя, оказывается, классная. Ну, никто не говорил, что она не классная. В Челябинске минус сорок. Все, там тоже не хочу быть. Моего кота 8 марта до дня рождения. Ой, это вообще супер. Блин, я помню, как я боялась подписаться от тебя еще в начале осени, чтобы не подсаживать от тебя, короче, провал. Да, мне кажется, многие боятся. Да, мечта, конечно, есть. Да, у всех у нас есть мечта. У меня есть мечта. Да, есть у тебя мечта. Да. Ну, в первую очередь, твоя мечта, это, например, чтобы твой ребенок рос вообще прям... Блин, ну, это типа, знаешь, это бы в любом случае у каждой матери какая-то... Ну, так это же тоже мечта. Ну, не знаю. Вот, не думаю, что... Я бы мечтала, что мой ребенок рос вообще там... Вообще прям в порядке, по красоте. Блин, ну, это каждый, так это... Это даже типа, знаешь... Ну, это тоже какая-то мечта. Ну, блин, где ты там в любиле душевая? Вот, да, очки, кстати, очень будут. В принципе, ты и так ходячий стиль, а в очках вообще вышка. Да, я мастер-класса очень нуждаюсь. Ну, приезжай, обязательно дам мастер-класс тебе. Я вообще еще тут стилист, короче, модельер там проливали. Всегда всем советую, что брать, что не брать, что лучше, что не круче. Да, я играла за Зоркий. Ты всегда такая добрая или только в прямом эфире? Вообще, я всегда добрая. И мне всегда говорили, что, Аня, тебя твоя же доброта погубит. Вот. Ну, ничего страшного. Я до сих пор не могу поверить, что ты со мной. А я до сих пор не верю, что вы со мной. То же самое, понимаете? Иногда я просыпаюсь, и мне кажется, что всего этого не было, и всего этого нет. Но, блин, я очень рада, что все это есть, и что вы со мной. Мне очень нравится твой стиль в одежде. Прям топчик. Блин, круто. Спасибо. Правда. В Одессе плюс шесть. Все, вот надо в Одессу перебираться. Третий сезон супер, а второй мешок е-бой. Комменты остаются ужасные. Я зашла минут десять назад, и ты только сейчас про кота ответила. Серьезно, блин. Вот видите, как хреново. Я когда фан делал, боялась, что вдруг ты против будешь. Да нет, почему против? Вообще нет. Почему я должна быть против? Я на шаг ближе к мечте 19 шла, еду подавать документы на загран, уже оплатила. Это уже, видишь, какие-то шаги. Я тоже мечтаю своему ребенку дать все самое лучшее по красоте. Вот, видите, это тоже мечта. А ты с кем там, а то я не сначала. Я с Ангелиной, с девочкой. Анна, зачем ты на проекте говорила, что как на каблуках, ты шикарный? Ну, потому что я так считала. Ну, правда, это было мое мнение, и я с этим ничего сделать не могла. Просто не машину тянут ноги ножи. А, вот, шикарно. А тебе не нужна показать? Не-не-не. У нас в зоопарке в городе родились тигрята. У меня новость сразу эту улыбную. Тебя вспомнила прямиком. Блин, я хочу себе тигра. А есть тигра? Я хочу себе живого тигра. А есть тигра? Я хочу себе живого тигра. Вообще-то. Сумака живого тигра. Ну, правда, очень хочу. Что ты с ним делать будешь? Я буду с ним играться, я буду с ним гулять. Он меня сожрет, его кормить, если не будет. Не сожрет. Ну, сколько они мясо кушают много тигров? Да, я знаю. Там в день, ну, сколько, где-то 3-5 кг они везут. Ну, это тигры большие, а маленькие тигрятки поменьше. Ну, что они растут? Я его остановлю рост. Ну, да. Завезди тигра вместо деток. Да нет. У нас в городе есть кальяна, она открылась недавно и там... Недавно и там есть тигренок. Серьезно? Настоящий? Какая-то круто. Просто мне недавно, ну, как недавно, мне, ну, может, это месяц назад было, скидывали, короче, девушка скидывала, они с парнем завели двух тигров. Одна у нас в альконах. Маленькие такие тигрятки, вообще прям. Ну, вообще, тигров, типа, некоторые заводят, типа, чтобы, ну, в аренду, как бы, фото с ним. Ну, у них, типа, квартира большая, она, говорит, типа, им позволяет у себя держать тигры. Ну, все равно, нифига, типа, знаешь, не прям такой вариант, что он заведешь тигры в натуре, не дай бог, что он, вот серьезно. Ну, мне кажется, это смотря, как ты с ним обращаешься. Ну, еще им делают уколы, я знаю точно, для... У меня, что собаки хозяев все у них пока. Ну, да, есть такое. Поэтому, как-то, от тигры вообще страшно заводить, мне кажется. Зарина замучится готовить еще и на тигры. Ха-ха. Ну, она и так тигру готовит, если что. Ань, тебе надо сходить на фотосессию с тиграми. Да, я думала о счет этого, на самом деле. Но это нужно поискать. Аня, пиво или суши? Пиво с сушами. Нормально. Ань, в инфинити сложно будет попасть. Я думаю, нет, если ты купишь билет, то совсем не сложно. Конор или Хабиб? Я Конор. Ха-ха-ха. Я Хабиб, да. В природе 8-10 кг в сутки. Но это большие тигры, а маленькие тигренки так много не едят. Тиграм плохо в неволе, они свободные животные. Это тоже я читала, тоже знаю об этом. Ну, что делать, я буду его так сильно любить, что ему не захочется на улицу, ему захочется быть со мной всегда. Пипец, глянь, я захожу, думала, Роналду на меня посмотрел, бля. Мне просто прикольно. Ты что? Видишь написано, чувак, Ваня Ваня? У Роналду такая же херняцкая. А, так сейчас у всех такое. Нифига, я первый раз скоро увидела. Нет, не хочешь на коррекцию бровей? А у меня что, что-то с бровями не так, я понять не могу. Может, я буду твоим тигром? Да нет, нужен полосатый. Собаку тоже себе хочу завести, но я думаю, если я заведу собаку, потом тигр, то мой тигр сожжет собаку. Я не хочу, чтобы он сжал собаку. Не нужен тигр, они очень упрямые. В сафари у нас было 30 мин общения с маленькими тиграми, тигрятами. Они хороши только сдалека. Ну, блин, я вот сколько смотрела всяких видеороликов, где там, например, тигры растят у себя. Растят, но потом выпускают уже в природу, но к ним приезжают потом, и они такие большие, они прыгают на тебя. И это... Ну, радуются всегда тебе. Скучают. Водолаз зашел. Привет, водолаз! Зачем ты говоришь, как тебя называют? Мою собаку забери. Да, я бы, кстати, забрала твою собаку, я бы ее научила, блин. А то она вообще избалованная. Я не отвечаю, видишь, потому что сейчас тут сижу, но я сейчас посижу еще, вообще пять минуток и это... Ты зарядила телефон-то, скажи? Таня, на самом деле, очень хорошая собака. Но она иногда очень непослушная. Таня ее избаловала. И Таня слушается команды. А так она милашка. Она так спать ложится рядом всегда, так под бочок. Испит аккуратненько. Я бы умерла от умиления, если бы ты кормила тигренка из бутылочки, готова заплатить за аренду. Блин, потеряла сообщение, но увидеть такое... Да блин, я б тоже, на самом деле, умерла, если бы видела маленькую. Да я, и на самом деле, я думаю, что я где-нибудь найду, я постараюсь найти. Да, наконец-то, да, дакает она. Нервы помотала мне. Да, я была в Самаре, блин, давно очень была. Причем, по-моему, два раза была. Я все твои песни спела, которые у тебя написала. А я, кстати, не увидела, нет, наверное? Чужие спелые еще там, я не поймала, про какие песни ты говоришь. Я работала с игр, тигры рядом были, страшно, но они клевые такие. Но это такие прям, это вообще животные с характером. К ним нужен аккуратный подход. Если что не так, то все. Тигр сожрет тебя. В Тай, да, я тоже думала об этом. Но видишь, помнишь, когда мы там в прошлый раз были, мы что-то ездили, ездили такие, мы взяли такие экскурсии. Тигра там не было, хотя я хотела очень бы с ним увидеться. В Калининграде я была, ой, раз, наверное, 4-5, мне кажется. Я там коньяк немецкий покупала, шоколад немецкий покупала, там же, типа, граница рядом. Нет, Зарина не спит, она вон, только с души недавно вышла. Когда приедешь в Самару? Я не знаю. Спать попозже собираюсь, наверное, да. Надо будет поесть еще перед сном, обязательно. Ассалам алейкум алейкум ассалам. Ну, сфоткаться, блин, я не хочу просто взять сфоткаться, я хочу погладить, посидеть с ним на нем, чтобы он на мне. Короче, поиграться с ним. Несколько раз пересматриваю твою драку с Минс. Да я вам смотрю, а какая там драка? В первой серии, что ли? Ангелина со мной. Нет, в первой серии мы не игрались. На кровати? Наверное. А, еще нет, в грязи. На первую тату просто подкинула Орел и Решка. Орел типа поеду бить, Решка не поеду бить. Подкинула, вот так вот и вышла и поехала бить первую татуировку. И это такой пиндос был, это бардак. Да, мама в Москве живет. Просто на другом конце метро, ну, чуть в Москве. Два кота, Милос и Коннор. Ну, Милос кот, а я тигр. Езжай в парк Тайган в Крыму. Ой, что это за парк? Я не была. Я только в Крыму была и ни разу не это, не слышала. Добрую ночью, Хища, Милос. Давай, пока-пока, Алина. Спокойной ночи тебе. Кушать, наверное, хочешь. Ну, такое немного есть. Немного есть в твоих словах правды. Ты секс. Как же он круто готовит этот пол, вообще. Кто это? Ну, пол, он полазит его, просто выкидывает, улыбается в тормозе. Не знаю я, кто это. Ну, это вообще Василий. Точно тигр и сопливая котяра. Ну, ладно, чего так обзываться не надо. Два кота, это Анжела и Саша нельзя. Да, на самом деле, это вообще кошечки. Вот два котеночка таких. Это был смех. Кстати, они тоже, видите, у них оправа тигра, типа. Ну, видно, не знаю. Короче, вот. Просто бомба, обожаю тебя. Я всех обожаю. Вообще, вот честно, от всей души душевную душу. Забирайте сердце, принимайте любую. Колиша, ты будешь кушать перед сном? Не знаю еще. Тебе очень тут заплетенные косы. Косы. А, косы. Угу. Спасибо. Да, кстати, мне тоже об этом говорили. Но я раньше не думала, что мне так косы идут. За плиту. Какой у тебя размер майки? Ну, все зависит от модели, какая майка. Если майка мужская, например, то это XSS. Это что за супер шутка от Тани Бура? Право, как у папки с соседнего подъезда. Ты свои очки видела, как у стрекозы такие? Это жесть вообще. Ходишь и позоришься постоянно. Еще и я рядом. Ну, типа делаю вид, что я не рядом. Да Танюха уже давно здесь что-то вынюхивает. У меня крутая оправа. Вообще модная, четкая. На заказ все. Ё-моё. Какой первый тату из всех был набитый? Его сейчас нету. Я уже его перебила. Там вообще такой былой жесть. Страх. Модный у меня. Нет. Таня, у тебя не модные очки. Это вообще отвратительно. Я такие очки, я не знаю, за ксар даже бы не надела. Как у тебя. Таня вроде говорила о том, что ты не любишь сейчас, о том, что ты любишь и не прям большие футболки, но и не прилипшие к телу. Что-то среднее, так? Ну, типа да, так, но это все зависит, я говорю, от модели. Есть же, типа, удлиненные, а есть, ну, обычные, классические. Но если классические, то да, я не люблю, чтобы они меня прям обтягивали, но и чтобы они прям висели как мешок на мне. Бери все. А, Саша, что ты не спишь? Я понятнее могу. Ты же спать ушел. Такой деловой сидишь тут. О, алох, хищник. Асалам. Полина, как дела? В Крыму в сафари меня верблюд залог какую-то укусил, и там еще с маленькими тигрятами... Блин, перепрыгать сообщение, вообще нет... Я вообще не знала, что в Крыму такое есть. Я вообще сейчас первый раз узнала, что в Крыму верблюды водятся. это правда. Это правда. Смотрю эфир, слышу все через раз. Муж храпит, как паровоз. Ну толкни его в бочину, он перестанет храпеть. Настя, спокойной ночи тебе. Обняла. Я мастер по плетению кос, так что welcome, с удовольствием заплету тебе. Ну я, если честно, я вот просто долго в косах не могу проходить, потому что мне кажется, что у меня всю бошку сдавливает. Есть, я была там на фотосессии. Но я обязательно, если поеду в Крым, то я постараюсь доехать до этого места, про которое ты мне говоришь. Собаку я очень хочу завести, правда, ну вот нереально хочу. Что будешь дарить на 23-е? Кому? Не понимаю. Смотри видео на ютубе о Тайгане, ты очень милая. Ну я посмотрю обязательно, как время будет. Какую породу собаки? Мне очень нравится Лабрадор, мне нравится Джек Рассел. Опять проговорил, ну тырил тигрите, а потом пару смс тебе ласкок напишу. А что за угрозы тут, я не понимаю? А? Ты что нарываешься? У тебя проблемы какие-то? Я же тебе говорю, что я не вижу все сообщения. Гора будет с ней гулять. Гора к ней близко не подойдет, она из комнаты, наверное, не выйдет, если узнает, что я сюда собаку заведу. Забери моего брата, он тоже как собака. Но я бы тебе тоже раньше про своего так сказала. С кем сегодня, я уже говорила, что она не уедет сегодня? Стопроц. Да какая же? Ну, вам-то что, уедет, она не уедет? Конечно, тигрите-то иметь. Ну вот, видишь, так что не нарывайся, я это серьезно говорю. Это можно сразу таких пиндосов получить. Ладно, я добрая, я никого пальцем не трону. У меня завтра большой тест по истории, я не знаю ничего. Я один раз в школе историю с головой на пятерку. Даже наши ботаники в классе, когда сказали, что в классе одна-единственная пятерка. Ну, я такая, а, понятно, значит, у меня, как всегда, типа, двуха. И она у Анны Костиной. Я такая, что? Вот, брат, пятерка? А я-то реально готовилась? Это ужас. Я реально готовилась, я ходила, занималась, занималась, потому что мне сказали, что если ты издашь плохую историю, то мы у тебя будем выгонять из школы. Ну, я такая думаю, все, надо поготовиться. Короче, неделю готовилась. И так получила, прикиньте. Просто на меня такие взгляды, типа, ты списала, списала. Откуда? У всех ботаников там четерки, тройки. Списывать было некого. Была слежка вот такая вот, с такими лупохами. Все сама сидела. На заднем плане даже сказали, угу, ха-ха-ха, кто-то. Ладно, помолчу. Ничего не поняла, о чем ты говоришь. Я не знаю. А, вообще-то, чё? Я не добрая? Добрая. Иди учительным истории. Да, один раз, как бы я сказала, поэтому одна эта пятерка не считается. Ну, тогда я вообще очень гордилась собой. Ну, там вообще вся школа гордилась мной. Не, не так. Не, не так. Вы все стили, но в стиле-то шарю я. Блин, я что-то не поняла сначала. Пятак в лоб. Какой в лоб? В доневник в мой. В доневник. Смотришь Ольгу? Да, я посмотрела все сезоны. Привет, Владимир, ты классная. Спасибо большое. Привет, Тигренок. Жалко, что... Привет, красотка. Как всегда, выглядишь шикардос. Мне кто-то написал сообщение отдельное. Спасибо. Ты меня видишь сейчас? Спасибо огромное. Так, я что-то тут... Привет, Тигренок. Жалко, что малые рубашки. У тебя что, вторая страница, что ли, есть? Я очень хочу на море. Заберите меня на море. Кто-нибудь. Не будьте, умоляю вас. Малейкул ассалам. Вы все стимы на больший шарик, а? Сказала, как отрезали. Моя харь, твой харь. Поехали на море. Поехали. Нет, я не хочу себе губы делать. Я этим не болею. Мне это, в принципе, ну, не особо всегда нравилось. Я... Я не училась в школе, я вам так скажу. Я просто там присутствовала иногда. Ну, я, ладно, могла стрельнуть раз в год. А так, вообще, меня прям ногами выпихивали оттуда с этой школы. Я там таких чудес творила, ой. Я была, типа, шишка школы. Пш-ш-ш-ш. Пш-ш-ш-ш. Я хочу, чтобы мы сейчас... Авторитетом. У тебя свои красивые губы. Ну, как... Не то, что я скажу прям красивые, но нормальные, обычные, то есть... И когда будут происходить какие-то конкретные ситуации в наших отношениях, в своем образе тебя ты снимаешь один жаль. А, на море? Ну и езжай, я спать пошел, дома поговорим. Ай, давай, хорошо, Саш. Пока-пока. Ты ногти гелевые делаешь будешь? Нет, не буду. Зачем мне это нужно? Три славички просто огонь. Да я ничего про ему особенно не сказала. А, у нас в школе мы один раз устроили пожарные уроки физики. Это был вообще пиндос конкретный. У нас там шли всякие эксперименты. Там, эбанитовая палочка или как они... Вот. А мы там с кентами сидели на задней парте. Вот. И это... Табак забили в бумагу, короче. Начали курить, потом бумага загорелась, потом книги загорелась, и там вообще жесть началась. Вот. Ну, как всегда, на педсовет вызвали меня. Вот. Типа я одна это все зажгла. Татуировка со стремлением вперед, это крутая идея. Но ты подбери такую фразу, чтобы она не была похожа на другие, чтобы это была прям твоя фраза. Вот. Может, это тоже фраза есть? Нет. Да. Она поведена. Мы из химии, спирт изгорел. Мы, кстати, тоже тылили его. Да. Да. Какой фильм посоветуешь посмотреть? Блин. Хорошие дети не плачут? Да. Вот Ангелина говорит, хорошие дети не плачут. Надо посмотреть. Я нормально подобрала. Твоя лучшая татуировка, Полин, это вот здесь, на шее. А все остальное, так, не фонтан, но брызги есть. Когда вы были на проекте, вы... Да, да, Эбонитова Пашка, седьмой, восьмой класс как раз это и был, да. Мы зажгли там задние парты. Там вообще, там даже, по-моему, линолеум начал гореть. Вот. Ну, там, короче, меня и Кирюху одного, вот, одноклассникового. У нас с ним больше всех, короче, так, отымели. Вот. Ну, я, короче, вообще в школе с пятого класса уже на пиццовете, на учете милиции стою. Там, вообще, это ужас. Каждую среду я была на всех пиццоветах. Сегодня попала девочку резко. Она чуть не выполнила... А, выплатили фон, как я сказала, тупо. Ты чё, блин, ничего не... Ну, блин, на самом деле, я, если честно, я всегда хочу напугать маму. Но мне всегда страшно, что она побежит на меня драться, если я её сильно напугаю. Вот. И поэтому, вот, я вчера, когда, ну, позавчера, ой, когда я там у неё была, вот, недавно, я её так чуть-чуть напугала, типа, маму, резко. Вот. Но она так посмотрела на меня. Мне кажется, она хотела матернуться, но она видела, что я снимаю и этого не сделала. А так, мне кажется, она мне подзатыльник даст. Я когда её пугала... Ну, когда мне было лет восемнадцать. Моя мама, вот, просто если её пугаешь, она прям вообще дёргается. Прям нереально сильно. И она прям могла нам с Сашей подзатыльники давать. Я разговариваю со своими подписчиками. В чём проблема, понять не могу вообще сейчас. Мне просят рассказать что-то, я беру, рассказываю. Я не могу... Да достала ты. Я не могу тебя достать. Пойми это. У неё иммунитет уже от этого железного нерва. Нет. Она очень меня пугается, правда вам говорю. И мне страшно её напугать. Потом сама испугаюсь. У меня мать ботинки. Ну, вот в меня бы тоже. Она бы меня ещё палкой отхерачила бы там в придачу, если бы я её в натуре напугала прям конкретно. У меня мама ужасы не смотрит так же, как и я их не смотрю. Вот поэтому мы... Нет. В этом мы вообще слабые. Если я смотрю, то вот так вот через пальцы, через щелку. И то, когда там такая тишина. Какой твой родной город? Мариуполь. Первую татуировку, ну, 18, по-моему, набила. Блокирую всех придурков. А я тут не видела придурков. Аня, привет. Мама, как поживает? Давно не видела. Привет, Вик. Мама, хорошо. Вот. Ну, вообще, отлично. Рада меня видеть. Вот я ей привет от тебя в тот раз передала. Она передала тебе тоже привет. Так что ты не думай, что я забыла. Голос приятный. Спасибо. Ты так милая. Хищники не должны бояться ужасов. Ну, маленькие тигренки, они иногда боятся ужасов. Вот и я. Юль напугала, когда она мне татку била, потом очень пожалела. И чё, она как тебя набила? Хулиганка. Ой, привет, привет, мой мейкапер. Что за очки, когда спать? Очки это вообще-то на заказ сделала. Как у бабки из соседнего подъезда. Нет, я не смотрела. Самый мой страшный, страшный фильм, который я смотрела, это, короче, «Затащи меня в ад». Но, короче... Вообще-то я котик Таня. Котёнок и тигрёнок иногда бываю. Короче, как-то меня пригласили, типа, пойдём, ну, смотреть «Затащи меня в ад». Я такая говорю, нет-нет-нет. Я говорю, да пойдём, у нас компания большая идёт. Типа, всё нормально будет. Я такая, ну, ладно, пошли. Вот, мы пошли. На мне была кепка. Ну, а знаете, на кепке такие дырочки есть маленькие. Вот такие, вообще-вообще-вот такие. Вот. Мы пришли туда. Но я такая сижу, думаю, ну, ладно, сейчас я покажу тот, типа, что я бесстрашна и буду смотреть этот фильм и вообще не дёрнусь ни разу. Прошло пять минут, наверное, я закрылась кепкой этой через глаз и весь фильм смотрела так. Потом я попросила всех своих друзей проводить меня прямо до моего этажа, до двери, пока я не зайду в дом. Я включила везде свет. Я спала с включённым телевизором, со светом в коридоре. Я вообще просто, я не могла уснуть. Мне было страшно. Я хотела, да поскорее бы я забуду, что я смотрела этот фильм. А, ещё, кстати, смотрела «Паранормальное явление». Вот. Точно. Ну, это такое. Ну, это тоже стрёмно, типа, то, что в квартире такое происходит. Стрёмно. Ты сидишь в 3D, да, стрёмно? Нет, я в 3D не смотрела. Да всё, всё, сейчас я ухожу. Ладно, на самом деле всё, мне пора. Вот. Я супер рада, что вы со мной пообщались. Вот. И... Я шупить хочу так. Сейчас вздохну. И пипи хочу. Вот. Поэтому всё. Всем пока. Всех обнялась, всех целую. Всех тигрят, хищников. Это. Моя харта, ваша харта. Ну, это вы всё знаете.